Привет любителям сирени! Сегодня я вам расскажу, как я ухаживаю за своей сиренью. После того, как сирень отцвела, вот так она сейчас выглядит, берем секатор и обрезаю просто вот эту цветочную кисть. Всё. Из вот этих, вот мы обрезали цветочную кисть, и здесь она была, из вот этих двух веточек, из этой, из этой. Наверху на следующий год падут цветочные кисти. Ещё я свою сирень омолаживаю практически каждый год. Уже вот я столько срезала веток. Для чего я делаю это? Для того, чтобы сирень не вырастала в огромное дерево. Оно раньше здесь было прям огромным деревом. Мы его срезали, и вот пошли новые побеги. Уже эти новые побеги, видите, какие толстые. Им всего лишь пять лет. На следующий год я буду половину этих побегов убирать, вот несколько вот таких новеньких побегов этого года. Я оставлю. И через год они уже начнут у меня цвести. Таким образом, у меня сирень не будет очень высокая целым деревом, а будет компактное растение. Ну, по крайней мере, более компактное. И удобно будет делать букеты себе в дом. Как я срезаю букеты домой? Просто беру ветку, Ветку любую, какая мне нравится. И обламываю. Все. Несколько веточек обломала. Букет готов. В общем, вот так. Сейчас я вот эти вот добрезаю. И все. Больше ничего сиренью не делаю. Ничем не подкармливаю. Ничем не брызгаю. И каждый год она у меня цветет очень пышно. Так, теперь у нас на очереди древовидный пион. Он уже давно отцвел. Я его уже весь обрезала. Но один цветонос специально для вас оставила. Вот уже начали развиваться семена. Я вам сейчас на нем покажу, как нужно обрезать древовидный пион после цветения, чтобы на следующий год было очень пышное цветение. Вот семена. Отсчитываем вниз один листик, второй листик. И срезаем. Все. Кто думает, что древовидный пион цветет очень редко и очень плохо, и не может никак добиться этого, после цветения обрезать его правильно. И будет всегда пышное цветение. Ну а пока. Всем пока. До новых встреч.